шалом дорогие друзья всем доброе утро из иерусалима шавуа тоф шавуа тоф хорошая неделя началась новая неделя началась новая недельная глава и мы продолжаем как цикл знаете очень классно когда завершается цикл заканчивается недельная глава как говорил рыбы последней любой части надо жить в ногу со временем жить много со временем это жить по недельной главе обдумывая и используя те идеи которые нам дает недельная глава торы для того чтобы их вкладывать свою жизнь и использовать их своей жизни до жить с ними прямо вот это называется жить в ногу со временем в ногу с недельной главой и в прошлой недельной главе мы как раз распрощались слова нам как раз конец главы был мы в пятницу же сделали последний урок но если еще субботнее чтение и последняя часть была очень интересная вкратце сейчас скажу какая-то была последняя часть очень была интересна когда лаван гнался за иаковом и он гнался за ним догнал его и тут во сне к нему приходит всевышний ему говорит я кому не можешь делать ни хорошего ни плохого и он гнался чтобы у него забрать все у него забрать но тут ему всевышний сказал что нельзя нельзя этого делать и когда Когда Яаков ему говорит, а что ты от меня хочешь? Я на тебя работал, работал я на тебя 14 лет за жен, 6 лет работал за богатство, не было ко мне ни одной претензии, все я делал как надо. Что ты сейчас от меня хочешь, он говорит. И тут Лаван, это очень интересно, так если внимательно в текст читаться, то это будет видно. Лаван ему говорит, а я просто хотел с тебя взять клятву, что ты к женам будешь хорошо относиться, к моим дочерям. То есть давай с тобой сделаем первый договор о ненападении, и второй договор мы сделаем, что ты когда вернешься обратно в дом отца, что ты тогда к моим дочкам будешь хорошо относиться, а то мало ли ты себе возьмешь, там еще жен наберешь и так далее. И он так красиво выкрутился, и Яаков ему поклялся из два холма, то есть он сделал холм свидетельства, это было то, что он к женам будет хорошо относиться, и второй холм был, что они не будут друг на друга нападать. Но начинается следующая сейчас недельная глава, Ваишлах, мы находимся, глава Ваишлах, начинается она со слов, и послал Яаков Малахим, Малахим переводится слово и как ангелы, и как посланцы. Но говорит нам Раши, Устная Тора нам говорит, что он послал все-таки ангелов, то есть у него появилась у Яакова такая сила, которая позволяла ему послать ангелов, да, и тут я сразу хочу вставить одну такую, одну такую, вставить ремарку, да, такое дополнение. Откуда у человека вообще сила появляется? Вот мы всеми силами стараемся избегать каких-то трудностей, каких-то стрессовых ситуаций, оберегать себя, оберегать своих детей там от того, чтобы только не было стресса, тут утеплиться, тут успокоиться, тут тихо посидеть и так далее, но именно в таких вот стрессовых ситуациях рождаются лидеры. Именно в стрессовых ситуациях человек становится сильнее. Именно пройдя через какие-то в жизни испытания вырабатываются новые качества. И даже просто, если человек хочет быть закаленным, он обливается ледяной водой. Если он хочет быть сильным, он напрягает, делает стресс для своих мышц, и они у него входят в, ну, у него начинается крепатура. То есть, все вот как раз работает с точностью наоборот. И после того, как у Якова была вот эта стычка с Лаваном, которая закончилась для него, слава Богу, хорошо, только после этого он поднялся на следующую ступень своей близости со Всевышним в духовном развитии, и послал он вперед ангелов. Послал он ангелов перед собой к Исааву, брату своему, в землю Сыир с Дейдом. То есть, в ту местность, в которой властвовал Исаав. Он уже там тоже, у него было три жены у Исаава, много уже детей. Они были такие, вот если представить, какие они были, я их представляю в виде, как я когда-то видел картинки, монголы, монголо-татары. Они были такие, ну, вот прям дети такие, монголо-татары, на лошадках таких все. И вот они примерно выглядели, как такие дети монголо-татары, только похожие, смешанные с бедуинами, и как выглядят сейчас вот арабы в таких арабских странах, Саудовская Аравия, такие в длинных одеждах, такие величественные они были. И, значит, послал Яков этих анделов и сказал им, передайте Исааву, так скажите господину моему Исааву. То есть, Яков, он был скромный, он был очень скромный, у него было очень, не было эго своего, он жил только по воле Всевышнего. И чем у человека сильнее эго, чем у него сильнее я, тем он дальше от Всевышнего. Чем у человека меньше эго, то есть, он понимает иллюзорность своего Я, своего Я знаю, Я сделаю, Я крутой. Чем он понимает, что это просто пустые слова, а все делает Всевышний, а он только проводник, который, ну, проводник, слава Богу, волей Божией, только он живет, вообще, утром проснулся. И как только человек это осознает, он становится скромным такой. И он говорит анделам, так скажите Исааву, значит, господину моему Исааву, так сказал раб твой Яков. То есть, он говорит, вообще, не переживая. Им лаван гарти вахератата. Он говорит, я жил с лаваном, гарти с лаваном, и я, значит, задержался до сейчас. Устная Тора говорит, что в этих словах им лаван гарти, жил я с лаваном, содержится очень много смысла. Первый смысл содержится, что я был гером, гер-пришелец. То есть, нет, тебе нечего завидовать, никакого у меня нету там супер-благословения. Вот ты обиделся, что я у папы взял благословение. Ну, ты же видишь, все это благословение, значит, вот я был пришелец у лавана. Это первая была часть его ответе, да? Кстати, интересно, что Бог благословил Авраама, дал Аврааму благословение, сказал, я тебе отдам всю эту землю. А в итоге Авраам купил кусочек земли, поля для Сары, ее там похоронил. То есть, это то, что Яков намекал Исаву, что это все духовные вещи. То есть, да, действительно, Бог, отец благословил, передал, все. Но говорит, тебе нечего завидовать. Все, я твой раб, ты господин, чувствуй себя прекрасно. Вторая вещь, которая была скрыта в его ответе, что он говорит, но все же, учти, Гарти, вот это слово Гарти, проживал я, это Дематрия 613. 613, это 613 заповедей. Он говорит, но я при этом нигде ничего никак не нарушил. То есть, у меня есть огромная духовная защита. То есть, я при этом нахожусь под защитой Всевышнего. Так он ему передал. И он говорит, и есть у меня бык, и осел, и скот мелкий, и рабы, рабыни, говорит, есть. Но я тебе посылаю сказать господину моему, хочу я найти милость в твоих глазах. Он говорит, не хочу ссориться, не хочу воевать, давай сделаем шалом. Это вот то, что Израиль пытается все время сделать с момента своего зарождения, он пытается сделать шалом со своими соседями. Он говорит, давайте жить мирно, дружно, шалом, мы вам все сделаем, все у вас будет, но давайте шалом по-человечески. Значит, Якову так послал Исаву, и вернулись посланцы. Вернулись эти посланцы к Якову, и говорят, пришли мы к брату твоему, к Исаву, и он идет тебя встречать. А с ним 400 человек воинов. То есть он взял 400 воинов, и идет он тебя встречать, явно не с хорошими намерениями. Вайра Яков, мол, и очень испугался Яков, написано, устрашился он. Вайцерло, и стало ему, Вайцер стало ему, ну, сдавило его как бы, да, стало ему, и то переводят страшно, и начал он страдать. Да, вот так можно, Вайцар лучше всего, начал он страдать. Испугался Яков сильно, и начал он страдать. И, значит, сразу объяснение, почему он испугался, и почему он начал страдать. Испугался он, потому что на него идет Исав, и 400 воинов с ним, и ему придется с ними воевать. А это значит, что его могут убить, и его близких могут убить, и его семью могут, не дай бог, убить. И он испугался очень. И стало ему плохо, а ему стало плохо еще по второй причине. Он сам убивать не хотел. То есть он знал тоже свою силу, он знал, какие у него возможности, он знал, насколько Всевышний его любит. Но не хотел этим всем пользоваться, чтобы убивать людей. Ему стало, с одной стороны, он не хотел, чтобы его убивали. С другой стороны, он не хотел убивать. Но выхода нет, надо готовиться. И вот здесь мы учим вещи из этой главы, учим вещи, как нужно себя вести в материальном мире в минуты опасности. Вайхац этоам ашеры то, вэта цон, вэта бакар, вэагмалим лишней маханод. И он разделил все, что у него было, и людей, и скот, и верблюда, все он разделил на два ладеря. То есть не хранить все яйца в одной корзине, пошло отсюда. Разделил он на два ладеря, и сказал он, если придет Исаав на одном махане, на один ладер, он придет воевать. Второе, оно останется для спасения. И это было очень интересно. Всегда, когда на евреев были гонения в одной части мира, в изгнании, то в другой части мира евреи жили в это время хорошо. Это было, например, когда была катастрофа, то было евреев, в Америке евреи очень хорошо себя чувствовали в то время. Ну, чувствовали, не было опасности, скажем так. Чувствовали они себя плохо, когда убивают их братьев в Европе, просто уничтожают. То чувствовали они себя плохо, но опасности для них не было. И в мусульманских странах тоже не было для них опасности. Но в Европе евреи полностью практически были уничтожены. Как раз это было владение Исаава. И вот тут мы видим, что как раз Исаав в то время напал в Германию, так как Исаав напал на еврейский народ. А второй Исаав, хотя Америка была официально в войне с Германией, и Америка была, и Россия была в войне с Германией, но никто не выпускал евреев. То есть евреев просто ни одна страна мира не принимала, даже детей, корабли с детьми. То есть Исаав, все равно один Исаав, он воевал, второй Исаав стоял на страже и не пускал. И, значит, но в это время Ишмаэль, Ишмаэль, все было тихо, хорошо в мусульманских странах, евреи себя хорошо чувствовали. Значит, первое, что он сделал, разделил свой ладерь. Это была подготовка к войне, потому что когда два ладеря, ты можешь один, ну то есть это была подготовка к войне. Второе, что он сделал, и сказал Яков. Второе, что он начал делать, он начал молиться. То есть в минуту опасности есть заповедь Исторы молиться. То есть насчет заповеди в обычные дни молиться, есть вопросы, или это заповедь Исторы, или это возможность молиться. Но в моменты опасности есть конкретно заповедь молиться, обращаться к Богу. И сказал Яков, как он молился, давайте посмотрим его молитву. И сказал Яков, элукей, ави Авраам. Он говорит, всесильный Бог, папа моего Авраама. В элукей, ави Ицхак. И Бог всесильный, папа моего Ицхака. Бог, который сказал мне, возвращайся в землю, на твою родину, и я тебе дам, я буду добрый с тобой, я тебе дам добро. То есть он в этой молитве, это то, что мы сейчас начинаем, когда молитву о Монастер, мы начинаем. Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог Якова, Спаситель Авраама. То есть мы обращаемся к Всевышнему, напоминая, не напоминая ему, ему не надо напоминать, а подключаясь к тому каналу связи со Всевышним, который открыл Авраам. Это как такой Wi-Fi, вот я только сейчас понял, значит, ты ищешь вот ту волну, которая открыта в Духовный мир. И когда вот эта молитва тоже была, Яков говорит, Бог Авраама, Бог Ицхака, Бог, который обратился ко мне. То есть он включается в то состояние, в тот канал, в котором у него была уже включена связь со Всевышним. Дзын-дзын-дзын, такой звонок на небо. И что он ему говорит Богу? Он говорит, мал я стал, маленький я, говорит, от святого милосердия и от всей той правды, истины, которую ты сделал для меня, для раба своего. С одной палочкой я перешел этот Айарден, с посохом. С посохом перешел я эту реку Ярден, когда спасался от Исава. А сейчас у меня два ладеля, 12, 11 было на тот момент, 11 сыновей, стада, рабы, рабыни. То есть он шел такой прямо, ладель такой, да, а туда он переходил через речку с одним посохом. И он Богу говорит, я понимаю, что да, ты меня любишь, но нельзя сказать, что ты меня не любишь, вот у меня все есть. Но может быть, вот эту всю любовь я уже обналичил, вот в эту вот историю всю, в это все богатство. Он говорит, может быть, все, нет у меня больше заслуг. Он говорит, маленький я остался. Нет, весь мой депозит на небе закончился. Так он обращается к Всевышнему. И дальше он ему говорит, спаси меня, пожалуйста, он говорит. Пожалуйста тогда, ты же Бог милосердный, раз ты мне тогда это дал. Да, моих заслуг уже нет. Но есть твоя доброта, есть твое обещание про отцам, есть много праведников. Он говорит, не за себя прошу, да, а просто потому, что ты добрый. Спаси меня из рук, из руки брата моего, из руки Исава, потому что боюсь я его. Может, он сейчас придет и побьет он жен и детей, мать с сыновьями. То есть Яков, в принципе, за себя он не боялся. У него было обещание Всевышнего, и он, в принципе, ну, за себя он даже, может, и боялся, но он за себя не просил. Он говорит, я прошу за жен и за детей. И тоже здесь в этом есть такой, как очень важный момент, когда человек молится, есть в Талмуде такое выражение, что если ты хочешь, чтобы тебе ответили, молись в том, в чем ты хочешь получить ответ, за кого-то. И тогда тебе ответят. Вот это очень такая важная вещь, которая человеку, она идет против эгоистического такого животного мировоззрения просить за себя. То есть, когда ты просишь, дай мне деньги, чтобы я мог помочь больше людям. Дай мне здоровья, чтобы мои там родители и дети радовались. Дай мне, чтобы было хорошо всем. Это подход, который намного более усиливает молитву, да. И он говорит, что боюсь, чтобы он не побил мать с детьми. Ну, действительно, это же важно. Вата, ты же сказал, и он Богу напоминает. Но тут не надо Богу напоминать, он себе напоминает. Потому что все, что происходит, это происходит внутри человека. И ответ на молитву идет не за счет того, что человек молитвой что-то там у Бога допросил. То есть, человек, он со-создатель мира, да. То есть, Бог сказал человеку, сотворим это Адам, сделаем человека. И когда человек сильно молится, когда он сильно-сильно молится, он меняется. И он меняет свою духовную реальность наверху, на самых верхних уровнях, где она соединяется с Богом, который источник всей реальности. И происходит изменение, можно сказать, не автоматическое, а происходит изменение в человеке за счет молитвы. И за счет этого происходит изменение в его ситуации. Он становится другим за счет искренней молитвы, когда он обращается ко Всевышнему. И он говорит, и ты сказал, что сделаю я тебе добро, добро я тебе сделаю. И я буду, дам тебе потомство, как песок на море, то есть многочислено очень, которое невозможно сочетать. Это Яков так говорит Всевышнему. И дальше, оп, заканчивается первый день в недельной главе. Завтра мы узнаем, что будет завтра, что дальше-то было, да. Это мы узнаем в завтрашнем отрывке. Теперь в сегодняшнем отрывке, тогда в сегодняшнем дне, давайте чуть уйдем глубже, там дальше объясняет в книге Тания, Альтера Ребе, объясняет с точки зрения глубинных знаний, да, что происходит в момент вообще молитвы, выполнения заповедей. Каждый человек, это как человек внизу, это проявление его же наверху. То есть, если у человека его душа, эта душа уходит, уходит, уходит в миры, миры, миры. Значит, и каждая, это как каскадная такая вещь, идет каскадом, спускается каскадом вот эти вот части духовного света. И любое действие или слово в этом мире, оно меняет по каскаду, меняет все, влияет на все вот эти вот духовные миры. И вот эти влияния, они называются ангелы. То есть, эти влияния называются ангелы. И задача вот этого нижнего мира, да, в котором мы живем, материального мира, задача здесь сделать этот мир доступный для божественного света, сделать этот мир, чтобы он был полностью освещен божественным светом. И когда он полностью осветится божественным светом, а как он может осветиться божественным светом? Через каждого, кто присоединяется к Богу, в этот мир идет больше вот этого вот духовного вай-фая. И каждый, оп, помолился, учишь Тору, выполняешь заповедь. И в каждый момент вырабатывается вот этот духовный свет. И когда этого духовного света становится много, оп, вдруг все видят, мир меняется, появляется Машех, Мессия, то, что называют царь, то, что ждут его, да. И бах, он такой выходит и говорит, начинается следующий этап в мироздании. И мы своими глазами видим, как меняются этапы в мироздании. Мы сейчас живем во время, ну, просто удивительное, которое даже фантасты сто лет назад не могли предсказать. Мы живем во время, ну, просто чудес, когда мы сейчас по телефону, вот я сижу, у меня тут телефон, тут телефон, тут компьютер. Вообще нет, даже к электричеству не присоединены, можете себе представить? Нет вообще ни одного проводочечка. И, значит, по всему миру идет сигнал. Сколько сейчас у нас на уроке в прямом эфире, в фейсбуке 220 человек, в инстаграме 30 человек. Всего 250 человек в прямом эфире, находясь во всем, во всем мире, в режиме реального времени слушают, переписываются, общаются. Ну, как такое может быть? Раньше люди вообще это представить не могли. А вот мы видим. Точно так же мы увидим, дай Бог, чтобы мы, именно наше поколение, увидело вот этот вот мир, когда полностью проявится в нем божественный свет. Мы такого видим, что никто до нас не видел. Все. Всем удачи, успехов, всем здоровья, чтобы этот божественный свет, который мы сейчас вырабатываем, изучая Тору, чтобы он дал здоровье нам, нашим близким, удачи, успех во всех хороших делах. И чтобы каждый мог вырабатывать много духовного света и передавать его вокруг себя. Все. Значит, подписывайтесь на ВАИКРУ, посмотрите, поделитесь уроками. У нас десятки-десятки преподавателей с разных сторон обучают Тори. Можно поддержать каждого, можно усилить каждого. Можно стать или тем, кто принимает Тору, или тем, кто обучает Тори, или тем, кто усиливает. Вот наша миссия, как ВАИКРУ, да, платформа, мы хотим усиливать сигнал вот этого света, который, знаете, как для того, чтобы пошло пламя, нужна искра. И вот преподаватели Тори, это как искра. Дальше зажглось, и дальше это можно усилить, как кислородом туда помахать. В этом случае кислород это деньги. И можно деньгами поддержать любого преподавателя, чтобы он сильнее преподавал, чтобы его уроки сильнее расходились. Можно самому сесть, поделиться каждым уроком, который вам нравится, поделиться среди друзей, в группах. И таким образом, из искры разгорится пламя. Это, кстати, сказали не коммунисты. Это было как раз в Торе, я не помню, какой пророк сказал, что Яков это огонь, а Йосеф, это было, по-моему, пламя, Исаф, Солома. В общем, там есть целое пророчество, вот эта вот метафора, которая как из искры разгорится пламя, которое как раз божественного света. Все, всем удачи, успехов. Все. Шавуатов. Хорошая неделя. Шесть дней работы, седьмой отдыхай. Шесть дней работы, седьмой отдыхай.